Уважаемые мои зрители, всех вас приветствую на своем канале. Сейчас, девочки, поговорим о Коле Сытнике. У него была трансляция, я посмотрела ее. Ну, такое себе впечатление неоднозначное. И хочу с вами поделиться. Кто смотрел, присоединяйтесь. Кто не смотрел, посмотрите. Или, может быть, вам хватит и моего обзора. В общем, ребята, сначала задавали Колясику вопросы. Конечно же, как чувствует себя Света. Съездили они, не съездили. Девочки, ничего не поняла. Он ничего конкретно не ответил. У меня осталось такое впечатление, что они никуда второй раз не ездили. Сказал, что чулочки врач тогда еще сказал одевать и мазать мазью. Больше ничего не посоветовал. Не поверю я в это. Просто не поверю. Такого не может быть. Если сосудистый хирург смотрел ногу, не может такого быть. Но, Коля еще добавил. Сказал, что в четверг они записались вот именно к тому хирургу, да, в Запорожье, который он уже озвучивал нам. Они поедут туда. Это будет в четверг. И тогда уже более детально мы узнаем все подробности. Может быть, изменятся какие-то у них ситуации. Появятся новости какие-то. Но хирург, если бы сделали доплер сосудов и ничего не сказал, ну, мне очень странно. Ну, повторюсь, впечатление осталось, что они просто не ездили, а записались на четверг уже в Запорожье. Спланировали себе поездку. Девочки писали там много ему зрителей, значит, по поводу тренажерки, как он похудел. Сказал, что в Инстаграме выставил фотографии своего живота. Я не заходила, я не смотрела. Странно. Что, можно выставлять фотографии живота? Посмотрите, как я похудел. Показывает футболочку. Вот, говорит, все вещи уже большие на меня. Ну, на фотографии, да, можно и втянуть живот. Это не показатель того, что ты похудел. Думаю, что да, где-то какое-то похудение произошло. Но чтобы настолько много килограмм, чтобы говорить об этом, вряд ли. Вижу Колю со стороны. Для меня он какой был, такой и остался. Изменений лично я, ребят, не вижу никаких. Критиковал, как он говорит, диванных критиков своих. Корчил рожицы в камеру, перекривлял там всех, посылал, оскорблял дебилами. И из себя такого, знаете, представлял нам умного человека. Тужился просто изо всех сил. Пытался. Говорит, что я не опускаюсь до такого уровня и не уподобляюсь этим дебилам. Что там такого, какие дебилы ему пишут. Куколки Самвелла его не любят, как говорит Коля. И он говорит, почему я их должен любить. И отвечает ему той же монетой. И всем им, этим зрителям, которые его не любят, той же монетой. Рассказал, что пишут ему там прокленные. И пожелания, чтобы он на машине разбился. И чтобы он сдох. И думаю я, что это преувеличение по тому же сценарию Адамяна Самвелла. Никогда, сколько лет смотрю и Севку, и сейчас Колю редко просматриваю. Все-таки комменты. Ни разу не видела вот таких прям откровенных прокленов с пожеланиями смерти. Ну да, пишут там, что ты тупенький, что ты недалекий, дуб дубом. Но это точно не пожелание смерти, там, катастроф на машине. Это такое, знаете, подбросить уголька в топку, скажем так. Чтобы зрителя зацепить, чтобы пожалели, написали классные комменты. Ну, это мое мнение, девочки, такое. Еще поведал про свое детство, так как задавали вопросы зрители. Где вы жили, где ты провел свое детство, как тебя воспитывали родители. Сказал, что жили в маленькой комнатке, в общежитии. Не было совсем никаких условий. Душа не было, мыться было негде. В умывальниках, да, там, я представляю, потому что когда-то заходила еще в юности к подружайкам своим, я лично. Они проживали в общежитии, я видела, как это все происходит. Умывальники там с нескольких сторон, там туалет отдельно за дверью. И тазики с водой горячей. И поливались с ковшика там или с кружечки. Я думаю, это опыт не только сытников. У нас в стране, наверное, многие люди прошли через такую юность, молодость. Ничего страшного в этом нет. Ребят, ну для меня открылся совершенно с другой стороны еще этот Андрюлька. Папка его. Вообще-то хочу с вами поделиться. Так как Колю я смотрю с самого начала, сейчас можно сказать, что я его практически не смотрю. Очень редко. И то на перемотках там такое. А раньше, вот как только он появился у Самвелла на горизонте, они ездили там к Виталию, к нему в гости, несколько раз, к родителям. Еще вот те времена, когда Коля, мы его не знали в лицо, но он уже слал посылки Самвеллу. Эти сумасшедшие вот эти яйца рождественские, шоколадные. Вот эти паски, куличи там по шесть штук. Как будто ненормальный какой-то. Эти тунцы, консервы, вот это масло оливковое, вроде как у нас в Украине голод, честное слово. Я помню эти все времена. И вот, хочу сказать, в то время, когда задавали вопросы, Коля отвечал, что это его отчим. И я это хорошо помню. Может быть, есть зрители, которые вот в те времена смотрели видеоролики у Самвелла. Подтвердите эти факты. Сейчас они, конечно, все отрицают, утверждают, что Андрей родной, отец Коли. Для меня как бы разницы нет, я просто как факт, факт, да, говорю, какое есть, что слышала своими ушами. Так вот, про этого Андрюсика. Колька рассказывает, как он его маленького папка ставил в угол на гречку или на горох на колени, потому что там Коля не хотел учиться. Ребят, я в шоке, честно я вам говорю. Можно было с ребенком как-то разговаривать, объяснять ему. Ну, в крайнем случае, как-то заставлять маленького мальчика ставить в угол на гречку на колени. И Коля говорит, у меня потом были вот такие разбухшие красные колени. Вы что там, изверги все или что? А такой, да, тихоня, такой спокойный, весь из себя флегматичный, положительный герой. Не знаю, но для меня открылся с другой стороны Андрей. Вообще, таких людей надо немножко как бы сторониться и побаиваться. От них можно ожидать все, что угодно. Как говорится, в тихом омуте, девочки, да? Ну, как-то так, знаете, у меня даже закралась какая-то мысль по поводу Андрея. Пока озвучивать не буду, посмотрим, что и как будет дальше. Девчонки, и Света, мама Коли, с этой ногой больной, она собралась с Виталию. И не просто так, Виталию, как рассказал Коля. Она едет на работу. Вы это слышали? Ребят, вы серьезно, вы это слышали? С вот этой ногой, черно-синего цвета, с опухшей, она едет в Виталию поработать. И Коля говорит, ну, хочется ей, ну, пусть поедет. Сказать, что я в шоке, это значит не сказать ничего. Для меня вот сразу сейчас показана любовь супруга дрожайшего, любовь сыночка, любимого, дорогого. Мужики, вы там чокнулись или как? Вы отпускаете маму, даете добро Виталию на работу? Она не будет сидеть за компьютером и уж точно не будет лежать на лежаке на пляже или на кровати дома. Вы говорите, что она едет на работу. Работа это уборка в доме, готовка жрачки и уход за этими стариками итальянскими. Как это она и делала и к чему она привычна, что она знает, чем она все время занималась с Виталией. В комментах мне напишите, девочки, подружки мои, что вы думаете по этому поводу? Я немножко какая-то прифигевшая, правда. Я представляю, чтобы, не дай бог, оказаться на свет и на месте, чтобы я сказала, поеду по работе. Вот так я получила тренделей. Да какую работу вообще можно отпускать женщину? Учитывая вот эти все ковидные сейчас, да, ситуации, вот эти карантины, вот это вот все, тетка едет на работу. Ноу-комментс, ребят, я все сказала, а вы, пожалуйста, напишите мне, что вы думаете по этому поводу. Ну и про Самвелла Коля там сказал, что да, пошутил, развел его, сказал, что по поводу продажи этой этажерки, что как бы это все говнецо, ему это все никогда не нравилось, и когда Самвелл покупал это все, он отговаривал, чтобы он тратил деньги, но Самвелла переубедить нельзя. Как бы всю рухлядь, говорит, стаскивает домой. Для чего это, зачем это? Кстати, к Самвеллу заглянула там на пару минут на трансляцию, там нечего было смотреть. Кривлялся, голую задницу нам показал, переодевал трусы в кадре, прыгал, петухом орал, кричал про того петушка, что-то. Ну все как обычно, да, как обычно в стиле Севочки, трэш полнейший, но девочки сказал тоже, что Коля его развел, и что вот эта вот вся рухлядь, нужно это все продавать, не хочет, он передумал, его это все раздражает. Ну все в таком ключе. Ребят, такой был обзор, очень буду ждать вот именно сейчас ваших комментариев, напишите, пожалуйста, мне. До следующих встреч, новенькие подписывайтесь, я как обычно говорю свои дежурные фразы, Ну а вдруг кто-то приходит и не подписался. Заходите на канал, смотрите новости, не забывайте про пальчики. И пишите мне, пожалуйста, свои комментарии, свои суждения, свои знания, кто вот, особенно те вот подписчики, которые давно смотрели Колю и Самвеллу. Напишите мне, очень интересно будет узнать, кстати, по поводу родства папика Андрюши. Вот насколько он имел право вот так вот с ребенком поступать, такие наказания ему выписывать, да? Да, девочки, трансляция была такая очень, как для меня, интересная. Буду ждать ваших комментариев. Пока, родные, пока.